Блин, это трэш, девочки. Ну что, крошки мои, у меня там покупочки. Он убегал, его там держали за руки. С тренером поговорили, он надел нам такую штучку. Просто кожа, просто гладь. Так, одну посылочку получила. Это шмоточки мои любимые. Ну это отвратительно, ужасно. Всем привет, мои хорошие. Начинаю новый влог. У меня насыщенные дни сейчас будут. Тут вообще мне все время хочется все успеть в один день, знаете. Но я чувствую, что просто я поздно встала сегодня. И в один день я ничего не успею. Первым делом, я сейчас уже оделась в попыхах. Сейчас Деньку одену. Первым делом мы Милку отправляем на укольчик антибиотика. Вот это входило все в стоимость. И вот в процедуру стерилизации Милка уже чувствует себя хорошо. Сейчас покажу ее. Уже передвигается, уже покушала. Сегодня сходила в туалет. Сама пока еще вот залазить куда-то. Она просится такой. Мам, 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 подтини меня. Вот. Сегодня мы на тренировку с Денькой. Я уже собрала вещи. Так, это Милкина. Сейчас ее посадим. Вот наши с Денькой вещи. Это мои здесь вещи. Это отдельно. Он будет свои таскать. Там, в общем, все и для купания, и для тренировок. Переодевашек 1500. Ну, в принципе, полотенца там дают. Я полотенца не стала брать. И так здесь, блин, обуви. Обувь, в которой мы пойдем. Обувь, в которой мы там будем заниматься и так далее. Ходить. Обувь, в которой мы пойдем в бассейн. То есть по две обуви у нас. Тут трындец, короче, куча всего. А вот она, милочка, кошечка маленькая. Вот и можно. Она, видите, ко мне сегодня попросилась. Я села. И она ко мне. Мама, возьми меня к себе. Мама вскочила. Скажи, давай дела тут переделывать все, да? Вот. Вот что значит правильно завязать. И все комфортно кошечке. Ничего нигде не давит. Да, моя девочка? Что ты тут уже влезла во что-то? Нос свой влезла. Сейчас на уколечек антибиотиков поедем. Ладно? Тетя посмотрит. Там тетя доктор все посмотрит. Отвезем тебя домой потом. Потом мне надо ехать в торговый центр. Выберу себе кое-что. Хочу взять в санлайт. Цепь я давно практикую. Знаете, вкладывать деньги в золото. Вот. Ну, уже да. Так последние полгода практикую. Вот. И покажу вам, что я выбрала. Хочу там цепи посмотреть. Сейчас на сайте посмотрела в приложении. Какие у них есть цепи полновесные. Вот. Люблю полновесные. И хочу взять. Вроде бы в Меге есть то, что мне нужно. Знаете, как я вкладываюсь в золото? Я беру себе что-то, да? Что мне нравится. И что я могу носить. Да? То есть при условии, что как бы оно мне нравится, я буду носить. Но в случае все бывает. Да? Как бы. В общем, всегда это финансы, которые у тебя лежат в драгоценностях. В драгоценном металле. Вот так, да? И вот. Сейчас поедем. Посмотрим, в общем, что есть. Ну, еще, может, что-нибудь повыбираю. Там какие-нибудь побрякушечки для себя. Посмотрим. В общем, беру вас с собой. А потом вечером у нас тренировка. И я надеюсь, я успею хотя бы все это. Еще мне за посылкой надо съездить. Блин, это треш, девочки. Когда ты спешишь, это спортивная сумка. Ребенок в одной руке. Милка в другой. Милка кричит. Денька, ему надо все потрогать. Поэтому там... Ну, отвлекается ребенок. Все ему интересно. Я спешу, блин, какая-то, не знаю, холодная. Я не успела застегнуться. Шапку забыла в машине. Вот такой вот у меня короткий кавардак. Я ненавижу, когда я спешу. Ненавижу. Тоже в самое время я люблю, когда у меня, ну, как бы, целый день расписан, да? Я вот переживаю, что я не успею. Сейчас что-нибудь сложится вот так, что мне болты пропишут на все мои планы. И в этот момент стараюсь отпустить все. Отпустить. Ничего страшного. Если я не получу сегодня доставку, получу ее завтра. Если я сегодня не куплю цепочку, куплю ее завтра. Если сегодня вдруг я договоры не взяла, если они вдруг нужны и меня не пустят на тренировку, ничего страшного. Потренируемся в следующий раз. Главное установку сделать себе. Займусь чем-нибудь другим. У меня там список просто выше неба. Ну что, все. Блин, это вообще... У меня какой-то бег с препятствиями. Все, мелко посмотрели, шов сказали, все хорошо. Он у нее ничего там не выделяется. Сухой шовчик. Говорит, два дня еще в помпоне. Пусть ее там походит. И можете снимать. Пусть кошка живет своей обычной жизнью. Вот. Сделали ей в холку антибиотика, угольчик. Она такая боялась. Моя зайка, видимо, помнит опыт, что я ее оставила. Она такая дрожит, задние лапы дрожат. В общем, все. Два дня и все. Ребенок мой будет прямо уже в себя приходить наконец-таки. Конечно, это такой момент сам. Начало четвертого. Нет, три. Нет, уже 20 минут. У меня эти спешат. Блин, надо эти часы поправить. Они у меня отстают на 15 минут. Отстают. Мне, та, которая все время опаздывает, и все время вот это вот... Нельзя вообще. Мне должны часы всегда спешить минут на 15. А эти отстают. Торнец. Итак, заходим в Sunlight. Смотрите, греют до минус 70%. Sunlight. Идем. Ну что, крошки мои, у меня там покупочки. Я скорее спешу домой. И вам показать, что же я все-таки взяла. Уловы какие обалденные. Сейчас очень низкая цена за грамм в Sunlight. Вот. И я, короче, обалдела от цен. Так, Деньку пока отправила в маленький бассейн. Мой вон он большой. Здесь вода теплая. Прям такая, знаете, как в ванне я набираю. Вот такая. Примерно, да. Прям как в ванне набираю. Ну все, День, облокачивайся и плыви туда. Короче, система Torsen в том, что я-то тоже раздетая. И сейчас буду купаться, да. Потом. Тут, короче, раздевалки же по-разному. Сделанная и детская, и взрослая. И, короче, это трындец. Я раздетая, хожу, короче, там везде. Ты куда? С тренером поговорили, он надел нам такую штучку. И сейчас мы пойдем в большой бассейн там вместе плавать. Короче, крошки мои. Сейчас я приду домой и расскажу вам, что за фитнес-клуб мне попался. Не знала я многих моментов, нюансов. Крайне неудобно, крайне. Мне теперь нужно выработать систему какую-то, короче. Будем думать. Ну что, мои крошечки, и лечу, спешу вам показать, что же я интересненького взяла. В Sunlight, как всегда, все очень круто запаковано. Просто достойный любой подарок. Та-дам! Кстати, от меня в Sunlight у вас будет дополнительная скидка. Я оставлю промокод под видео. И еще, если вы по моей ссылке пройдете и скачаете себе приложение Sunlight, то вы на кассе можете получить бесплатную подвеску в подарок. Как видите, я вся в украшениях от Sunlight. Все ношу, все прекрасного качества. Браслеты, кольца, ничего не темнеет, ничего не рвется. Все в хорошем состоянии, блестит все как новое. Бриллианты. Я даже еще ни разу не чистила, по-моему, свои украшения после покупки, а уже прошло несколько месяцев, да, и я полностью довольна. Российское производство. Кстати, в Sunlight очень-очень много всего, как всегда, глаза разбегаются. Но я выбрала кое-что интересное, сейчас покажу. Это у меня чистящее средство, которое я взяла, там тоже по акции оно очень хорошо чистит. И очень быстро и удобно. И вот такие вот у меня коробочки две. Раз. И два. Здесь у меня цепочки. Внутри остался чек. Итак, давайте откроем первое. Что же тут, что же тут? Та-дам! Коробочка Sunlight. Так. Скорей-скорей. Та-дам! Здесь цепочка, девочки. Какая красота! Девочки, эта цепочка просто с невероятной скидкой. За грамм такой цены в Sunlight еще не было. Я взяла вот эту цепочку. Она здесь грамм 0,7 всего лишь весит. Она очень красивая. Она тоненькая, очень красиво переливается. Это красное золото, 585 пробы. Сделано в России. Размер, как видите, 40. Я считаю, что... Ну, вот вообще ходовой размер 45, да. Но вот размер 40, мне кажется, под подвески очень классно. И я себе взяла вот такой размер 40. Ну и также можно на подарок вообще спокойно, спокойно дарить. Очень выгодное вложение денег. Именно вот в такие цепочки, которые ходовые, вы и сами можете поносить, да. И вот очень хорошее вложение с точки зрения цены за грамм. Очень выгодно максимально. Такого еще не было в Sunlight. Вы видите, как красиво она переливается. Давайте приступим к следующему украшению. Та-дам! Та-дам! А еще вы знали, что Sunlight это лучшая сеть ювелирных украшений и онлайн-магазин по версии международной премии и крупнейшего голосования покупателей в 2020 году? Ну, я не сомневаюсь. Они молодцы, конечно. Такой большой выбор. И такие приятные цены. Та-дам! О, девочки, вот это вообще нереальная цепочка. Так мне понравилось с первого взгляда. Сначала я, естественно, ее увидела в приложении Sunlight. Там очень удобно. Я посмотрела, где они есть в наличии, в каком магазине. Это вот такой жгутик. Как он красиво переливается, девочки. Какой он яркий, лаконичный, минималистичный. Очень мне понравился. Смотрите. Смотрите, какой красивый. Очень. Видите? Я вообще люблю такое все минималистичное. И здесь тоже очень выгодная цена за грамм. Это уже 50 сантиметров я взяла. Золото 585 пробы. Вес 5,11 грамм. Все эти цепочки, кстати, что эта цепочка, что эта, они полновесные. Такие крепкие цепочки, которые выдерживают массивные кулоны. Сделано также в России. И вот здесь артикул написан. Кому интересно, можете посмотреть в вашем городе. Вот здесь тоже артикул. Я артикулы, кстати, может быть, поэтому, если не найдете, я еще артикулы напишу. Здесь на каждой из этих изделий. Тоже 50 сантиметров. В принципе, видите, она не очень длинная. Вполне себе тоже такая хорошая длина. Очень мне нравится этот жгутик. Просто вообще. Вы видите, как он переливается. Кстати, вот эта цепочка с жгутиком, она прям такая тяжелая. И у нее прям, смотрите, замок еще такой массивный. Прям мощный. Я прям чувствую, что с ним ничего не случится. Ну, прям очень добротно сделано. Очень качественно. На изделиях присутствуют все пробы, пломбы. Все как положено. Ну, лучший. Санлайт сотрудничает с лучшими российскими заводами. Я безумно довольна своими новыми приобретениями. Девочки, сейчас вот реально я вам говорю, очень низкая цена за грамм. Плюс скидка 10% была. Естественно, подарки. Всегда дарят подарки. Скачивайте приложение. Ссылку я оставлю под видео. Дополнительная скидка также вам будет. И подарок на кассе. А еще сегодня я купила вот такие вот вкусняшечки. Это у нас прям твороженые печенья. Блин, какие они вкусные. Мы половинку из Даника уже хрумкали. И, наконец-таки, в Кантате я взяла орех макадамии. Моё любимое кофе. Вот этот вкус самый любимый. Я когда допью все вкусы, которые у меня есть, и буду брать только этот. Потому что он просто best the best. Счастливо. Короче, пока все свежо. Рассказываю вам про этот фитнес-клуб. Я не буду вдаваться в подробности. Просто, чтобы вы знали, что я крайне недовольна, как там все устроено для малышей. Да, для взрослых все замечательно. Главное, что наши абонементы стоят одинаково. Мой 10 тысяч и для ребенка, для малыша 10 тысяч. Ребенок еще не самостоятельный. Так, чтобы, знаете, я его иди в ту раздевалку, там переоденься, там все это сделай, короче, да. И вернись ко мне. То есть он этого не сделает. И вообще он меня не отпускает, как бы еще пока что, да. Вот сегодня, например, в детской. Вот в прошлый раз нормально он там, замечательно, да. А сегодня он плакал, он убегал. Его там держали за руки. Меня вырвали с этого, с тренировки. Ваш ребенок, типа, вот не хочет, отказывается, выходит, типа, не хочет, занимался с детьми. Видимо, может, кто-то из деток там не понравился, как-то проявился. Он у меня очень чувствительный мальчик. Видимо, ему не понравилось что-то. Не знаю. Но я вышла, я с ним договорилась. Я говорю, Дэнь, ты хочешь в бассейн? Да, хочу. Я говорю, давай, я дозанимаюсь сейчас. Ты, говорю, здесь тоже сейчас за тобой придут. Позанимайтесь с детками, поиграешь. Я потом приду с тобой, заберу тебя, и мы пойдем в бассейн. Хорошо? Да, хорошо. Все, договорились. Он подождал меня. Но в итоге я пришла, и он плакал. В углу стоял там и плакал. Сказал мне, что ударил кто. Ну, говорят, что никого. Может, он ударился. Не ударил, может, он ударился. Вот. И как бы стоял, плакал, короче. Не играл, нифига. Это вообще трындец, короче, какой-то. День я жарю суматошный. И так и знала, что под конец все обосрется. Ну, ладно, хрен с ним. Это еще привыкнет к моментам, да, позанимался. Просто малышковая раздевалка находится через ресепшн, понимаете? Через входную дверь. Вот я хожу. Через входную дверь. Мы с Дэней вместе идем в бассейн. Короче. Душа для детей нет. То есть есть душ, где его можно ополоснуть после бассейна. Это только, который находится прямо на бассейне. Там такой душ, чтобы вы понимали. Он просто находится за такой бетонным ограждением таким. Ты заходишь туда, нажимаешь кнопку, держишь ее. Пока ты ее держишь, вода идет. Ты ее отпускаешь, вода не идет. И сегодня мы ополоснули его перед тем, как купаться. Там вода хрен настраивается, трындеет. То она горячая идет, то холодная. Я не смогла ее в итоге настроить. Просто мы ноги там ему помыли. Вот. И все. И пошли купаться. Ладно, пошли купаться. Вот мы купаемся с ним. Полчаса. Ну, прохладненькая водичка в бассейне, естественно. Не горячую делают, да. И в итоге мы вылазим вот с ним вдвоем мокрый. Куда нам идти? Нет места, куда мама с малышом идут вместе. Душ. Купаются вместе. Высушиваются, да. И одеваются. Вот такого нет. Система такая, что я в полотенце, в мокром купальнике, там с мокрой головой. Иду, беру ребенка, опять же мокрого. Мы идем через ресепшн в эту малышковую раздевалку. Там я его сушу, переодеваю. И должна опять его отправить в детскую комнату, чтобы он там посидел, а я пошла переоделась. Я так и сделала, но детская уже была закрыта. Вообще странно. Если у них в 17-20... То есть у них в 18 часов, у них в 18-30 закончились занятия. Вот его, да. Ну, и мы в пол... Ну, час. После того час прошел. Все, это закрыто уже. Я такая подхожу к ресепшн и говорю, а теперь куда мне с ребенком? А где мне его оставлять теперь, если в женскую раздевалку нельзя? Ну, вообще, то, что в женскую раздевалку нельзя, это и правильно. Потому что, ну, уже повзрослел у меня малыш. Она говорит, давайте я с ним посижу. Я говорю, ну, сейчас вы посидите с ним, а потом, говорю, у вас не будет. Кто с ним будет сидеть? Я говорю, мне переодеться надо-то. Как это? Ну, не предусмотрено. Там очень много чего не предусмотрено. Я говорю, а как купаться вообще малышу? У них в малышковой не предусмотрен душ. Я говорю, то есть ребенок мой априори купаться здесь не может. Если нам куда-то надо после тренировки, да, чистенькими быть. Нам по любому массу надо вернуться домой, да, искупаться. И только потом идти. Просто часто бывало так, что я, например, занимаюсь в фитнес-клубе, да, я, ну, как бы иду в фитнес-клуб, и если мне куда-то надо, я там и волосы вытяну, и поднакрашусь. И прекрасно выгляжу, все замечательно, чистенько уже. Ну, и вообще, как бы после бассейна кайф сразу искупаться. А не так, что мы позанимались, в бассейне поплавали, собрались, вот это уже устали. Понимаете, мы приходим домой и опять начинаем накупываться. Ну, как-то это неудобно, реально. Ну, и, короче, ладно, с горем пополам зашла я с ним в женскую раздевалку. Вообще, я понаблюдала и поняла, что нифига, и женщины как-то смущаются, да, такие раз там прикрываются. Ну, и как бы, да, уже взрослый пацан у меня, как бы не варик этого в женской раздевалке. Я ему дала телефон, он так вот кнулся в телефон там и играл. Я быстренько посушила волосы, и мне самой тоже, понимаете, купаться. Зайти в парилочку попариться, вообще не вариант. Мне по-быстрому переодеться, волосы, чтобы только мокрые не были, понимаете, кое-как. Я их высушила и вышла. И опять мы, а, я еще, я его переодела и вещи оставила в его раздевалке, чтобы не тащить. Вот, а, я думала, что он не будет в раздевалке. Короче, там вещи остались, опять я пошла в ту раздевалку. Я, короче, с этими раздевалками, мне кажется, больше времени потратила ходить между раздевалками. Ну и когда я пришла на ресепшн, я говорю, вот этот момент, холодно выходить. Да, ладно, хорошо, полотенца они выдают. Я так понимаю, что мне мой огромный халат теплый, с капюшоном надо брать, чтобы я там не замерзла, да, пока я его там жду, пока он купается. Или пока мы идем через этот ресепшн, там постоянно дверь открывается, там холодно. Я реально замерзла сегодня в базике. Я вообще, честно говоря, каждый момент наблюдаю и такая думаю, бляха-муха. Я взяла абонемент на год. На год. Честно, если бы там не было варианта на год, я бы взяла на месяц. Я вот так бы походила бы. Я боюсь, что я бы искала какой-то новый фитнес-клуб, где это все дело продумано. Я еще с мамой там одного мальчика тоже нашего возраста, примерно будет ему 4 скоро, мальчика, тоже поговорила, она говорит, ну да, раньше была вот здесь душевая, раньше была вот здесь вот переодевалка, а ее убрали. То есть вообще, короче, очень неудобно. Бассейн детский находится в одном месте, а раздевалка детская в другом краю. То есть нужно опять же вот так вот идти, хотя можно было бы сделать вот здесь скраб. Короче, я просто не ожидала. Абонемент стоит одинаково. Я вообще такая сейчас думаю, ну да, для взрослого нормально. Там и сауна, там раздевалка, душевая, раздевалка большая, удобная, да, душевая, зеркала. В малышей там вообще, чтобы вы понимали, там комнатка вот такая вот, типа мы совместить, если... Ну ладно, может утрирую, там не такой маленький, да. Ну, как детская комната. Нет, у нас детская больше комната. Нет, не как детская. Как прихожая. Нет, не как прихожая. Меньше моей прихожей. Я не знаю, короче, маленькая вот такая вот, там всего-то 10-15, наверное, этих шкафчиков стоит. Вот, она вот такая малюсенькая, вот эта вот малышковая раздевалка. И, короче, я не знаю, мне надо выработать систему просто сейчас. Хорошо, ладно, я буду таскать с собой эти большие теплые халаты. Ладно, пусть в машине они будут ездить постоянно. Хрен с ним. Я буду идти не только со спортивной сумкой, с Денькиным рюкзаком, и еще с огромным пакетом, где будут наши халаты теплые. Ладно. Я, наверное, буду теперь переодеваться, там есть закуток, в малышковой раздевалке. То есть мне не светит теперь раздевалка с сауной, со всеми делами. Я так понимаю, что это вообще не для меня, не для мамы, ребенка. Я буду переодеваться, то есть он будет сидеть на лавочке, я зайду в этот закуток, и там буду переодеваться тогда. Буду брать шкафчик в малышковой раздевалке. Ну что делать, если у них не продумано? Трындец. Я говорю, если б я этот момент... Просто, знаете, вот когда вы берете абонемент, вот будьте внимательны. Вот делают, да, вот этот... Ай, блин, надо было на самом деле... Видите, я за ребенком... Я там была, в этом фитнес-клубе, я ходила сама. Денька был маленький еще, он не оставался нигде один. И там вот просто я хожу, да, все замечательно, все нормально. А когда я пошла Деньку на разовую, это отдельно Денька. То есть он сходил туда, он там побыл. Я сидела в кафе, просто ждала, периодически смотрела. Все нормально. Надо было, блин, сходить вот так вот, знаете, чтобы ты с ребенком пришла, пока ты позанималась, а он посидел. Вот так надо было сходить разово, понимаете? А я сходила вот так просто Деньку. Короче, это обязательно. Разовое посещение, девочки, во-первых, по полной проверяйте, по полной. Вот как вы ходите, понимаете? Выберите день, какие там тренировки. И ребенка сводите, и себя сводите. И вот посмотрите, как оно все будет. И вот эти все моменты, нюансы обязательно узнавайте. А, ну и вот то, что абонемент еще одинаково стоит, я подумала, что там для детей, ну, реально так же круто, как и для взрослого, да? То есть, ну, там нет. Там для детей, во-первых, всяких приколюх много платных, дополнительных, да? А вот так, чтобы это, ну, что там, небольшая детская, на самом деле, небольшая. Вот ему там, ну, на самом деле, не особо интересно, потому что она небольшая, развлекух там немного. Там просто одна комната с матами и с мягкими такими штуками, а вторая там стоит большой стол, где, как бы, они рисуют, может, лепят или еще что-то, да? Как бы две такие вот небольшие комнатки. Вот этих занятий, чтобы для малышей прям, проходят либо один раз в день, да? Вот, например, сегодня там в 17, 18.00, а в 18.30 заканчивается полчаса. Либо два раза в день. Это днем, там, часов в 12.00, и вечером, опять же, вот так, вечером. Все остальное, там, как бы, либо другой возраст идет, да, для малышей. Ну, короче, я так посмотрела, что вообще для детей, для вот таких малышей, ну, явно в два раза дешевле должен стоить абонемент просто. Если бы я так знала, я бы спросила, я бы сказала, а что, а что, почему? Вот, и я вам серьезно говорю, что если бы я не взяла сейчас на год, я бы один месяц отходила бы и искала бы другое место, где для детей все продумано, где я бы отдыхала, я сегодня вообще ни хрена не отдохнула, честно. Я испытала стресс сегодня, я замерзла и испытала стресс со всеми этой беготней, со всеми этими делами. И я понимаю, что, ну, мне надо выходить теперь, это все дело, как бы, да, и я хочу с комфортом это делать, это трындец вообще. Короче, думала, буду всем рекомендовать, нашла что-то кайфовое, обалдеть. Как о фитнес-клубе может поменяться сразу мнение, да, от того хорошего, когда я ходила сама, все комфортно, клево, да, там большой бассейн, все дела, до с ребенком. Короче, с ребенком тебе вообще туда очень неудобно ходить, очень. Мало того, что я подгадываю вот эти вот его единичные занятия, я подгадываю. Я хотела еще на дополнительные какие-то ходить, мне кажется, блин, я не буду даже, наверное, ходить. Хотя это же не они деньги уже получают, это уже отдельно люди получают. Короче, трындец, надо теперь отойти от этого фитнес-клуба сегодняшнего. Я нифига не отдохнула, это для меня напряг, блин. Ну что, уложила я малыша, накормила Милку, вот она доедает. Я, кстати, говорила, нам сказали, через два дня можно снять эти, эту повязку и чтоб жила кошка обычной жизни. В общем, съела печенюшки, запила соком, что-то настроение прям даже поднялось. Вот, посмотрела я сериал Бриджентоны, да, Бриджентоны, или вот как-то так, на втором месте по топу от Нетфликс. Мне очень понравилось, на самом деле, очень красивые актеры, интересные, платья, ну, интересный сюжет, легкий такой. Я на одном дыхании прям посмотрела. Сейчас включила новый сериал, а один сериал из топа, он вообще на русский не переведен. Третий начала смотреть, что-то у меня не заходит с первой серии, прям нудня какая-то. Сейчас буду искать третий сериал. Потом обязательно составлю вам топчик, топчик. Вот. Все, короче, сейчас я отдохну, наверное, что-нибудь посмотрю. А завтра буду... А, я сделала заказ еще, кстати, в Сбермаркете, да, я сделала заказ на 3000 почти. Вот. Так что сниму видео. Кстати, все мои покупки с заказами, с какими-то, со всеми делами, это все на втором канале, и фикс прайс на втором канале, и завтра я пойду в фикс прайс, потому что уже прошло полторы недели, да, или даже две недели, я не была, наверняка там уже есть какие-то новинки, обязательно сниму обзорчик, и еще пойду в магазины Галла Март, там давно не было, что-то интересного новенького нам подготовили, в магнит косметик хочу зайти, в общем, все, что я прикольненько куплю, это все будет на втором канале. Так что обязательно туда заходите, здесь пока у нас будут влоги, и будут окрашивания волос, там, мое, или кого-то из подруг, если мы что-то будем прям трешовенькое делать, да, и какие-то экспериментальные видео будут, естественно, будут видео болталки, и скоро в своем инстаграм, вот здесь оставлю свой инстаграм, обязательно подписывайтесь на него, там все события узнают первыми обычно, в инстаграме я сделаю опрос, и у нас будет еще видео, обязательно болталочка, где я буду отвечать на ваши вопросы, высказывать свое, свой взгляд, такой, свой такой взгляд, кому он нравится, кажется интересным, да, на какие-то жизненные ситуации, как я вообще на это смотрю, ну, и какие-то некоторые перемены в моей жизни, да, происходят, что-то меняется у меня внутри, больше начинаю понимать что-то, в общем, интересно, надо сделать такой видосик, да, поболтать нам о том и сём, вот, поэтому, кто хочет задавать вопросы такие, да, и быть услышанным в одном из моих видео, обязательно в инстаграм подписывайтесь, вот, короче, завтра у меня целый день по магазинам, у меня прям целый список, что, да, как я должна сделать, а, еще я купила щавель, заказала щавель, я надеюсь, он будет в наличии, мне его привезут завтра, я хочу сделать щавелевый борщ, борщ щавелевый, да, называется, ну, мы во всяком случае всегда называли борщом, а не супом щавелевым, вот, и я очень люблю насыщенный, чтобы там было много-много щавеля, много-много яйца, вот этого, картошечка и курочка, вот, прям, как хочу, и я обязательно вам во влоге покажу, как я это буду делать, не знаю, только в каком в этом удастся, или в следующем, хотя, если завтра привезут, я бы уже сделала бы этот суп, его недолго делать, и я его обожаю, всем доброе утро, мои хорошие, ну-ка, подсветочку, так лучше, я проснула, сейчас собираюсь сделать, перед тем, как накраситься, хочу очистить немного кожу свою, она вообще у меня мягкая, в последнее время, вот, я прям стою, руками трогаю, мне очень нравится, как у меня кожа, классная, да, но прям я хочу сделать вот этот пилинг, я уже его тестировала или нет, а, я вам не показывала, это то, что мне на Новый год подарок прислала Люся, у нее же магазин, да, свой, и вот, она мне прислала, на несколько хватает, кстати, сейчас посмотрю, что останется или нет, мне прям очень нравится, я хочу сейчас, вот, увлажню немного свою кожу, обалденная вещичка, кожа становится реально очень крутой, кто не пробовал вот такие уголочки, обязательно приобретите, попробуйте, такая бекинг сода называется, бекинг сода, вот, я ее храню в холодильнике, после того, как использовала, вот сейчас я ее еще подвыдавливаю, так, вот, на пальчики сразу, она мелкодисперсная такая, ее хватает, прям вообще реально, чуть-чуть, она очень хорошо распределяется, вот так, видите, сделала, там еще осталось, и прям на влажную кожу, вот так, ой, прям мелко-мелко, и прям, прям скраб, конкретный пилинг, водички еще добавить, под пальчики, и еще удобнее распределять, сейчас, какие у меня планы, сейчас приехал Сбер, доставка, сниму видео, на второй канал, быстренько сделаю, посмотрите, и, кстати, ладно, я там уже все расскажу, с чеками, там просто в Сбермаркете нету, чеки не выдают, я позвонила, говорю, чек мне, блин, в общем, он сказал, где искать чек, сейчас посмотрю, пришел чек или нет, я проснулась сегодня, вообще не кайф, когда я с вечера делала доставку, на утро, и абсолютно не кайф, когда тебе полдевятого звонят, мы спим еще, и начинают спрашивать, вот этого нет, вот это есть, вам удобно, я думаю, нет, больше я доставку так делать не буду, лучше пусть, так, вечеру привезут, короче, пораньше надо делать доставку, просто поздно я делала вчера доставку, ой, так, сейчас сморечка, короче, после этого пилинга, лицо на самом деле, настолько гладкое, прям идеально, мне кажется, подготовленное, к макияжу, вот я сейчас хочу сделать макияж, и не хочу, чтобы оно было бугриста, и поэтому решила сделать такой пилинг, вот, сейчас нанесу крем, увлажнялочку, быстро сделаю легкий дневной макияж, и сниму видео, вот, перейдете на второй канал, посмотрите его, у меня же вот такой есть, тоже Люся прислала, крем-флюид, крем-флюид такой, вот, под ним как раз офигенно чувствовать, как кожа изменилась, о, бог ты мой, девочки, вот просто, кто не пробовал, а, зай, да не снимает видео, значит, взял пакет, сейчас, а, просто кожа, просто гладь, гладь, теряют люди друг друга, а потом не найдут, никогда, никогда, а потом не найдут, никогда, вуаля, все, легкий дневной макияж, по поводу расчесочки, девочки, я уже, блин, поперебрала, ваши комментарии все почитала, посмотрела все, но нет именно такой расчески, я уверена, что это закос под какой-то оригинал, но какой именно, это не тингел тангер, тизер, это не вэт браш, это не там, супер браш, это не анджел тизер, там, господи, сколько названий всяких разных, мне говорили девочки по расческам, нет, я посмотрела все сайты оригинальные, нету таких расчесок, единственное, что я думаю, на что я могу, как бы, поменять, во-первых, я зайду в магнит косметик, мне сказали, что такие продают, и даже фотки скинули, может, в магнит косметике, еще что-нибудь возьму, и обязательно сниму отдельное видео, что я там приобрела, да, вот, но если в конце концов, я зайду везде, где вы мне советовали вот эту, она вообще 450 рублей, вроде на Алиэкспресс, там, скидывали, мне тоже стоит, представляете, но она стоит того, потому что, мне надо еще, я сейчас хожу в зал, да, и мне нужно, чтобы расческа была у меня любимая, с собой, дома, еще куда-то там взять, чтобы не было, так знаете, это потерялось, и все, я такая, мучаюсь, я не хочу мучиться, да, и поэтому мне нужно, как минимум, две такие расчески, но если я не найду такую же, я возьму ВЭД, вообще, почему ВЭД Браш называется фирма, там тоже они около 1000 рублей стоят, почему вообще я начала обращать внимание на расчески, что они могут быть вообще настолько любимые, комфортные, когда в первый раз ВЭД Браш у Кристины как раз таки, первый раз я у нее попробовала эту расческу, я расчесываю, расчесываюсь и говорю, блин, какая нереально крутая расческа, что это за расческа, ну, мы тогда не придали значения какой-то там расчески, но расческа, расческа, и я вот все время, как не беру свою расческу, и вспоминаю ее расческу, а потом в фикс-прайсе я делаю покупки, и периодически покупаю все расчески, которые там есть, и вот на удивление, эта расческа просто best the best, да, но их уже в фикс-прайсе не завозят, к сожалению, но она, знаете, скрипит, мне тут чисто эстетический дискомфорт доставляют, вот она какая-то такая уже скрипучая вся, да, но функцию свою выполняют, вот, так я думаю, может, это сделать мне хвостик для видео, то я все время это с распущенными там, сделаю хвостик сейчас, ну и короче говоря, я в поисках, да, я обязательно возьму себе такую расческу, если она будет, мой косметик, посмотрю, короче, пройду везде, где вы советовали, и если что, я куплю ту самую расческу, которая покорила меня у Кристины, да, даже те же цвета продаются, ну все, пошла снимать, вот эти, кстати, в экспрессе брала хорошие резиночки, они такие тоненькие, и хорошо держат, все, пошла готовиться к съемкам, тадам, смотрите, какой у меня сегодня лучок, что-то мне захотелось, это сверху просто одеть рубашку, вообще думала пиджак, но что-то пиджак очень как-то более строго, а вот с рубашкой классно, и мои боты, сейчас я их одену, вот, смотрите, мне кажется, вот боты прям вообще, я под них одеваю весь лук, надеваю на себя весь лук, и мне прям очень нравится, вот, рубашка как, че мои шлотки, у нас на улице, представляете, сейчас снег, я смотрю, пока я то все снимала, выглянула в окно, там снега, трындец, я уже тепло Данечку одела, не кривляйся, зай, вот, сама решила вот так, и теплое, сейчас что-нибудь сверху накину, шапку, и побежим, у меня три посылки оказывается, короче, трындец, у меня багажник, видите, открыт, но багажник не открывается, я не могу достать свою эту, убрать, как это, щетку, блин, чтобы убрать, с лобового, со всего этого, представляете, короче, ждем, пока оттает все, я не знаю, что делать, все, вот так мы не поедем, естественно, да, как в бункере, да, да, короче, сейчас оттаяем, надо, чтобы багажник открылся, и хорошо, что я не спешу сейчас, у меня, оказывается, три посылки, вообще, в сдеке, одна посылка, вообще, на том пункте выдачи, который я никогда не указываю, не знаю, как там оказалась эта посылка, и она там хранилась до 29-го числа, короче, еще в декабре у нее срок прошел, но, типа, оплачивает тот, кто присылал, я вообще не понимаю, как она там оказалась, мне никаких уведомлений не приходило, короче, сейчас пойду разбираться, посылочки я люблю, и хоть, и не знала, что пришла, но сюрприз, я рада, я люблю посылки разбирать, мерить, мне шмоток должно много прийти, я, взяла уже большой халат, теплый, вот, деньги надо халат еще купить, тоже, и тогда, в принципе, в одной детской, этой, раздевалке мы будем вместе, и уже выходя, мы будем в теплых халатах, нам ничего не почем, мы хоть на улицу выйдем, блин, девочки, совсем вчера, я же выходила из дома вчера, вообще не было снега, нигде, был сухой асфальт, было тепло, и не было ветра, сегодня, кстати, тоже нет ветра, и погода, отличная, я уже сказала в инстаграме, и здесь еще скажу, что, блин, от ветра очень много зависит, ветра нет, погода шикарная, даже если морозно, он не обдувает, блин, мороз это тебя, и комфортно, и вот сейчас, на самом деле, нет ветра, и отлично, прям даже погулять, по кайфу, вот, но у нас дела, сейчас туды-сюды, возможно, не знаю, пойдем, не, сегодня, наверное, не пойдем, мы все-таки никуда, мы сегодня, у нас сегодня шопинг, все, заворачиваю вздых, смотрите, мама, это, наверное, папа, а это ребенок, маленький, красивый рыбки, да? ты испугал рыбку, уже она убежала, зеленая, Елененька, какая красивая, зеленая рыбка, а вот там оранжевый, а вот эта, одну посылочку получила, это шмоточки, мои любимые, я там так заказывала, от души все, я надеюсь, здесь будет купальник, и сейчас одна посылка, кстати, они раньше времени, блин, звонят и говорят, куда вам доставить по адресу, оказывается, только машина приехала, и ждет разгрузки, она говорит, ночью только будет разгрузка, возможная, вот уже и стемнело, зашла, значит, во второй СДЭК, это мне кажется, Алиэкспресс что-то прислала, я даже ума не приложу, что там может лежать, это раз, второе, зашла на почту, сейчас взяла, три посылки неотслеживаемые, какая-то мелочевка там, и зашла в пятерочку, в надежде, что там будет щавель, но щавеля не было, Данька выбрала виноград, я взяла нарезку и салат, то, что обычно там в доставке нету салата, никак, вот это листья салата, чтобы бутерброды сделать, вот, а еще я хочу перейти, девочки, знаете на что, перейти на соусы, тоже они, короче, там 0% калорий, вот что-то такое, и у нас прям в Меге, в Меге, да, там целый, этот, островочек есть, и где просто этих соусов, там, блин, такие названия, что хочется брать, и вот сейчас я уже доедаю эти соусы, которые у меня есть, там чуть-чуть пооставалось везде, единственное, что эти выдавливаются очень удобно, а те в стеклянных банках, ну, как бы не в пластике, да, в стекле, это хорошо, как бы полезно, но не совсем удобно, ну, короче, я буду пробовать, вот для бутербродов, мне очень нравится, и тогда у меня будет полезный хлеб, у меня будет полезный соус, без калорий, без сахара, там, ну, там хороший состав, 0 калорий называется, вот эта фирма, вот, там и сладкое, у них джемы есть, варенье, всякие, видите, сиропы, и сладкие, и не сладкие, вот, я вам показывала уже как-то, ну, в общем, я там куплю, еще раз покажу вам потом, и, и получается мясо какое-то надо брать, чтобы больше натурального было, не колбасу какую-то я кладу на бутерброд, а мясо филейное, там, да, нарезка какая-то, да, кусочек, говядина, там, свинину чаще всего не беру, люблю брать говядину, или хотя бы вот там из индейки, что-то такое, ну, короче, в общем, как могу выкручиваюсь, и тогда будут полезные бутерброды, это вообще кайф, и листик салата, супер, а еще и руколу взяла, вообще я люблю руколу с креветками, но у меня креветок нет, кстати, не знаю, что я сейчас буду делать с этой руколой, помидор, огурец есть, надо сыр, наверное, заказать, типа, фитучий, ну, вы поняли, да, сливочный сыр к салату, и вообще креветки надо купить, короче, ладно, я все равно хочу щавель найти, я хочу сделать щавелью борщ, поэтому я еще зайду куда-нибудь, забежали сейчас в суши, заказала себе роллы, ем, короче, ну, роллы 450 рублей стоят, там и лосось, и креветка, ну, такие, не дешевые, беру, короче, ем, и у меня просто, ну, хрустит на зубах авокадо, и я думаю, о, как классно, что здесь сушистый есть, да, я прям вот поинтересуюсь, потому что иногда, даже не иногда, а частенько, кладут твердый авокадо, это же не спелый авокадо, и я спрашиваю, говорю, а вы проверяете авокадо вообще, когда кладете его в суши, он же должен быть мягкий, на что девушка мне отвечает, о, у нас такой вот идет авокадо, вкус грецкого ореха, он должен хрустеть, я, честно говоря, впервые такое слышу, ну, это отвратительно, ужасно, есть вообще твердый авокадо, не кайф, я считаю, что это не спелый, то есть, у нас идет не спелый авокадо, мы мягкий не кладем, мы твердый кладем, но буду иметь ввиду, что у них всегда твердый авокадо, и с авокадо ничего заказывать не надо, по мне так лучше пусть огурчик там будет, чем авокадо, просто я не успела спросить, нервные люди под вечер, так, все, мы сейчас идем в фикс-пайсик, сейчас смотрите, присела, сняла видео, наконец-таки присела, сделала себе бутербродик, как раз таки с рыбой, одной из моих любимых, которых я купила в пятерочке, вот видеообзор на втором канале, я повторюсь, короче, вкусная рыба, малосольная прям, я там, кстати, делаю отзыв практически о всех рыбах, именно собственного бренда, так увидела здесь косточку, ну, она мягкая, но я не люблю даже мягкие косточки, короче, чай себе обалденный сделала, это иммунити для детей вообще, вот он продается, там где детское питание, все, вот я люблю очень вот этот чай, добавила сюда ложечку вот так вот облепихи, это я брала, тоже, по-моему, в пятерочке, не помню где, короче, облепиха плюс душица, остается потом стакан обалденный, в котором можно делать и чай, и латы тоже, знаете, немного, я вообще хотела несколько взять разных вкусов, чтобы потом стакан у меня эти остались, они мне очень нравятся, и лимончик бросила туда, вообще, просто невероятный чай получается, ну, кстати, показывала постельное, застелила, вот это вот достала, на самом деле, ну, не доставала долго, это постельное, у меня настроение было тут, пару дней назад, такое себе, я решила застелить, яркое вот такое, постельное белье, чтобы оно мне настроение поднимало, ну, прикольно, что-то в этом есть, темная простыночка, такое вот все яркое, прям, ну, детское, детское, прям, зашибись, либо, если будет соответствующая здесь какая-то яркая обстановка, так немного сейчас, как пятно такое, знаете, яркое пятно, ну, мои хорошие, уложила я Денечку спать, сейчас сижу, монтирую для вас этот самый влог, записываю, куча в голове мыслей, какой влог, какие мысли я записываю, значит, прощальные, конечные, последние слова, думаю, нет, это не подходит, не подходит, не подходит, и такая затупила, короче, думаю над тем, какие завершающие слова для влога сказать, вот, все, короче, я устала, сейчас, а я смотрю сейчас фильм Корона, вот, сериал, вот, сейчас домонтирую вот этот кусочек, и пойду смотреть сериал, пить чай, наслаждаться, вот это прям время мое, когда Денька спит, все равно, это время мое, я не могу просто так пойти лечь спать, представляете, мне надо обязательно посидеть, даже если это будут 3 часа, я закончу, я должна все равно посидеть полчаса, хотя бы потупить в телевизор, потому что это мое время, прям, вот, я не могу его упустить, я должна им немного насладиться, но очень часто я хочу просто жутко спать, это время короткое, оказывается, кстати, в следующем влоге, я уже помпону сниму, нашей Милке, и вот она уже будет там вылизываться, короче, буду держать вас в курсе, в следующем влоге, узнаете, как я самочувствую, и как она вообще, все, я вас люблю, целую, прощаюсь за следующего видео, с вас лайк, подписка, кто еще не подписан, люблю, целую, иди 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 идиiz Breвьер,